Всем привет! Сегодня будет ролик про мои котлеи в интересной посадке, как вы уже поняли по названию, но сначала небольшое отступление. Отвечаю на вопросы, почему у меня везде одинаковая прическа. Потому что вот мне вот так удобно сделали, что здесь волосы не падают, а здесь у меня такой природный пробор, он мне нравится, он мне не мешает. И как-то да, почему-то вот к роликам я распускаю волосы, хотя вот хожу, например, вот так вот с такой косичкой, которая забирает, и мне ничего не мешает. Да, поэтому я решила их не распускать, а то начинается у тебя все время все одинаково. Ну и сережки, да, одинаково, это ну такой часть личного бренда улиточки-сережки с эквестрицами. Кофта! Одна и та же кофта! Тут просто с брендом моего канала, но, к сожалению, не видно, сильно удаляю так, чтобы было вот видно это сильно далеко, поэтому, ну вот так, а одеваю я по привычке эту штуку. А теперь поехали прокатлею. Так, вот они у меня здесь стоят, и вот они, вот красоточка. Так, так, мне эта посадка очень нравится. Здесь у меня блок пробковый, к которому прикреплена, и по нему вон так идут, вот они корешки. И корешки пошли не только сюда, но вот там вот, к сожалению, не видно туда внутрь. Сам субстрат. Нравится, в принципе, такая посадка орхидеям. Ну да, подсохли, это вот, скажем так, это такой мой минус выращивания котлей, с которым я сейчас пытаюсь бороться. Но лучше подсохшая, чем сгнившая. Пока так, да? Так, ну тут можно подраскопать, и вы увидите. Вот, хотя бы, так, яркость куда-то делать. Вон, хотя бы один корешок, который уходит в субстрат. Плохо видно, в общем, придется вам поверить мне на слово. А здесь у меня, чтобы не было сильно прям сухо, в перемешку с кокосовыми чипсами кора. Поэтому немножко повлажнее, и вот там, где, видите, бульбочки внутри, у меня, ну, тут видная пробочка. А вообще, что есть там пробочки? Кстати, их можно покупать очень классно, очень удобно, не просто вымытыми, а даже неиспользованными еще. Их можно крошить, можно вот так вот вставлять. Очень удобно в плане дренажа или такого подмешивания в субстрат, чтобы делать воздушные карманы. И орхидеи, их корешки очень хорошо, лояльно относятся к таким пробочкам. Если у вас холодно, и вы боитесь ложить, например, камушки, битую глину, лавовый камень и прочее, то отличный результат. Кому, например, не нравится еще пенопласт, не знаю, почему-то мне не очень нравится пенопласт, но мне больше нравятся вот такие пробочки. Да-да, вот такой лайфхак вам. Им пользуюсь не только я, многие, и он многих себя реально классно зарекомендовал, забывая слова. Так, в общем, растет. Сейчас я вижу, что реально скинула темпы, но, в общем-то, пошло в зиму. Ну, и забывая смотреть в камеру, смотри сюда, и кажется, как будто я кого-то там выглядываю. Скинула темпы, но корешки пошли, ничего никуда не девается, ничто не мрет. Все хорошее, зеленое, поэтому я думаю, что такая себе адаптация, и с весны все будет очень круто. А я вам буду честно рассказывать, ничего не скрываю. Вот. Кстати, вот тоже отвечу, еще один вопрос ко мне пришел. Я рассказываю на своем канале обо всем, и о неудачах, и вот так вот это все подряд снимаю. Но я не хочу показаться, что я там мегапрофил, у меня все растет, все цветет, я такая... А, нет, я хочу показать, как это бывает дома, вот к чему, что приводит. И вот, например, я не знала, как сработает эта посадка. То есть я себе в голове придумала, как она должна сработать, там, проанализировав факты. Но как это пойдет на самом деле, очень часто все идет, очень даже не так, как ты себе представлял. Бывает лучше, бывает хуже, но бывает по-разному. Я просто хочу показать людям, что вот оно так и есть. Вот я, вот у меня был такой эксперимент, вот оно наглядно. И поэтому я имею, ну, не то чтобы право, но я могу об этом рассуждать, потому что у меня в этом есть реально практический опыт. И мне очень не нравится, когда... Очень часто я встречаю в сети люди, начинают, что я там так уже делаю много лет, а физического доказательства нет. То есть я вот могу встать, показать красивое цветение и сказать там... То есть это все, что угодно сказать, что у меня эта котлея 10 лет каждый год цветет одинаково, просто фото не сохранились, как все люди говорят. Могу вообще наплести, чего захочу, но это все будет пшик. То есть, ну, зачем? Как бы нет попытки, не знаю, превознести себя над другими, как-то самоутвердиться, еще что-то. Здесь больше вот я хочу показать, что вот оно вот так. И вы вместе со мной, мы вместе с вами проводим эти эксперименты, смотрим. Многие боятся так делать и не посмотрят у меня, и поймут, хотят или не хотят они повторить этот опыт. То есть я пытаюсь поделиться своими реальными знаниями, опытом, практикой. И вот чтобы вы видели, чтобы это было не просто ля-ля-ля, а вы мне поверьте. Вот, вы мне не на слово можете верить, вы мне можете верить. Глядя на вот это вот все, что тут? Тут все покруче. Это тоже сухое, это мой минус, я о нем знаю. Я обдумываю, как с этим бороться, и я поняла, что вот здесь я хорошо справляюсь с поливом, а вот здесь вот у меня часто орхидеи отдают немножко больше, чем могут иногда восполнить, и это все-таки нехватка влажности. Поэтому, как я уже говорила в роликах перед этим как-то, я подумываю все-таки о хорошем, подходящем для меня увлажнителе. Ну не просто увлажнитель, который я поставила, он там пах-пах-пах-пах-пах, влажный воздух, а ну я себе галочку поставила, ура, все. Я хочу классную штуку с контролем влажности, то есть чтобы это не были деньги на ветер и действия для галочки, то есть чтобы это действительно было круто, принесло пользу и работало так, как мне надо. Вот, поехали. Тут много корешков. Так, вот их видно, видите, они и тут поблок. Идут и туда закапываются. И вот такой побольше рост нагнался. Так, увидела что-то белое, думаю, о боже мой, это червец. Нет, это не червец. Ох, это не червец. Так. И тут точно такая же посадка. Тут у меня был кусочек блока. Вот такой рядом с бульбочками, которые в горшочке. И им хорошо. Там у меня ничего не портится, все прекрасно. И такая же посадка лавовый камень, кора и кока-чипсы, потому что все-таки тут есть блок и такая более сухая посадка, и чтобы прям не застрелиться с поливами. Я ее немножко увлажнила, но на самом деле вот такая посадка высыхает. Иногда даже все равно быстрее, ну, по крайней мере, с той же скоростью, сколько и кора плюс лава за счет того, что блок занимает часть места. И вот здесь вот тоже блок. Ну что ж, такое смешанное видео получилось. Ребятки, чувствую себя прекрасно. Мне все нравится. Корешки есть, корешки растут, корешки мне тоже нравятся. Все, в принципе, хорошо. Продолжаем наблюдать и ждем весну, как оно будет. Я со своей стороны максимально приложу усилия, чтобы у меня, ну, вот так прям страшно не худели бульбы. Хотя я, конечно, понимаю, что это адаптация. И все равно, и я вот сейчас смотрю на другие свои котлейные, понимаю, что вот те бульбы, которые выросли уже у меня, на моих корнях, в моих условиях, они себя так не ведут. Они выглядят прилично, упитанно, накормлено, все хорошо. Но, да, меня смущают вот те бульбы, которые на адаптации, конечно, они меня немножко пугают иногда и расстраивают. Но главный результат, главное, что нарастает потом и как оно потом живет, растет и выглядит. Сразу давайте еще хочу ответить на один вопрос. Да, по времени я еще успеваю. Часто спрашивают, почему у тебя всем орхидеям в районе трех лет не больше, потому что, опять-таки, это моя вторая коллекция. Все орхидеи куплены с ноля. Ага, и, к сожалению, те орхидеи, которые были хорошими, разрощенными, мне прям, я могла показать шикарную картину. Все канули в лету с первой коллекцией. И поэтому, к сожалению, сейчас я все показываю на достаточно молодых ребятах, но активных. Но, в общем-то, я вижу в этом и плюс, потому что я много чего пересмотрела, много ошибок уже упустила, я их не делала, и я больше кайфа получаю вот от этой коллекции. Ну, я уже знала, что не надо делать, что надо, что я хочу поменять, что меня не устраивает. То есть, ну, эта коллекция круче, круче и приятнее для меня во всех аспектах, скажем так. Да, поэтому, к сожалению, я не могу сейчас похвастаться крутой старой куртиной, которая бы у меня могла бы быть. Но у меня все впереди, и зато вы практически с самого начала смотрите, как развивается моя коллекция и мои растения. И в дальнейшем, лет через пять, все это можно будет вспомнить, поднять, посмотреть и уже говорить о чем-то более серьезном и спорить о том, насколько хороши мои методы. Плюс, кстати, время идет и подходы меняются. Вот, кстати, это круто и это нормально, это не стыдно, потому что есть люди, которые вот только во мху и только во мху, а потом через пару лет керамзит, только керамзит, ничего другого. И они удаляют предыдущий контент. Не надо. Это, наоборот, показывает, что вы развиваетесь, вы пробуете. Просто не надо быть настолько категоричными, и надо уметь признавать свое прошлое, как бы, ну, оно же есть, никуда не денется. Я перепробовала много чего. Я начинала с коры, много чего перепробовала, потом боялась мха, потом не любила мух, потом целых больше чем полгода во мху растила разные орхидеи. Но, ну, не нравится мне мох. Я вернулась в коре и поняла, что вот это для меня идеал. Ну, вот как-то так. У всех свой опыт. Я люблю пробовать новое. Я много чего еще хочу попробовать выращивание орхидеи. В плане посадок и даже голую корневую, и вот эту посадку в воде, которую многие нахваливают. То есть много чего мне хочется попробовать. Я не стесняюсь это говорить, об этом показывать. Я не стесняюсь сказать, что да, мое мнение поменялось. Такое бывает. Ну что ж, все. На этом все. Всем огромное спасибо, кто досматривает до конца. Всем спасибо, кто заглядывает в соцсети, кто мне там пишет. Огромное спасибо тем, кто поддерживает меня на Патреоне. Леночка, спасибо, что ты мне веришь. Это, блин, как это воодушевляет. Это, ну, вот правда. У меня заблестели глаза. Так, не плакать, Юлия, не плакать. На камеру тем более. Спасибо. Это реально очень помогает. Вот правда. Прямо творить, творить хочется делать. Больше это возможно сделать больше. Ну что ж, опять ноля-ля отвлеклась. Всем спасибо. Ставьте лайки. Делитесь этим видео. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok